Беспилотные летательные аппараты называют авиацией будущего. В конструкторском бюро Туполева 50 лет назад был создан сверхзвуковой беспилотник «Ястреб». Рассказ о нем в фильме «Оружие». К середине 50-х годов создателям авиационных ударных комплексов стало окончательно ясно, что практика бомбардировок объектов с насыщенной противовоздушной обороной обычными бомбами уходит в прошлое. Совершенные системы ПВО сводили на нет шансы благополучного возвращения тяжелых и дорогих стратегических бомбардировщиков на родные аэродромы. В это время в АКБ Туполева было создано подразделение, которое в дальнейшем превратилось в самостоятельное конструкторское бюро внутри основного коллектива. Новая структура получила наименование «Отдел К». Его костяк составили несколько опытных работников основного конструкторского бюро, которые стали активно привлекать к новой деятельности молодых энергичных инженеров. «Отдел» приступил к проектированию и разработке ударных комплексов, основой которых были сверхзвуковые беспилотные самолеты. Эти летательные аппараты планировалось использовать для доставки к цели стратегических и тактических ядерных боезарядов, а также проведения воздушно-космической разведки. Новая тематика виделась патриарху отечественного авиастроения настолько перспективной, что он привлек к ней своего сына. Туполев Алексей Андреевич, авиаконструктор, герой социалистического труда, академик, годы жизни, 1925-2001. В 1949 году окончил Московский авиационный институт и начал свою конструкторскую деятельность в должности инженера-расчетчика. В 1973 году назначен генеральным конструктором ОКБ. В течение 15 лет занимался созданием военных и гражданских самолетов, среди которых Ту-144, Ту-160, Ту-204. В 1971 году удостоен звания Герой социалистического труда, награжден Ленинской и Государственной премиями СССР. В конце 50-х годов военно-политическое руководство СССР во главе с Хрущевым уделяло наибольшее внимание развитию ракетного оружия и беспилотных ударных авиационных систем. После успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 именно такие средства доставки ядерного оружия получили абсолютный приоритет в рамках тогдашней военной доктрины. Андрей Николаевич Туполев словно предвидел упадок интереса со стороны заказчиков из военно-воздушных сил к самолетам дальней авиации. Не прошло и нескольких лет, как большинство проектов стратегических бомбардировщиков были свернуты. Это имело серьезные последствия для будущего советской авиационной отрасли. Существовали реальные планы по всеобщей ракетизации советского военно-промышленного комплекса. Туполеву постоянно приходилось вступать в дискуссии со сторонниками таких радикальных изменений и защищать основную тематику работ своего бюро. При этом активные работы над созданием беспилотной техники были своеобразной мерой убеждения в том, что ОКБ живет и работает в духе времени. Но туполевцы ничего не умели делать наполовину, и поэтому беспилотная тематика стала одной из основных в деятельности бюро в этот период. Одними стратегическими ракетами, как считал Никита Сергеевич Хрущев, тоже совершенно очевидно было, что всех задач решить нельзя. Нужны были какие-то и другие задачи. Поэтому возник вопрос, и были даны задания делать крылатые ракеты, которые могли бы достигать цели без пилота. То есть началась жизнь беспилотной авиации. Предстояло создать летательный аппарат со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, сложнейшее наземное стартовое средство для подготовки и пуска беспилотного самолета, контрольно-проверочный комплекс. Беспилотниками предполагалось дополнить мощь сотен ракетоносцев Ту-16 и активно использовать их для несения боевого дежурства. Первенцем отдела К стал Ту-121 — стратегический беспилотный самолет. Летно-технические данные высочайшей скорости потолок в 22 километра делали беспилотник неуязвимым для средств противовоздушной обороны. В августе 59-го года самолет успешно прошел испытания. Но работы над этим проектом были свернуты. Серийное производство обходилось очень дорого. Соединенные Штаты по той же причине прекратили собственные разработки в этом направлении. Такие системы проигрывали баллистическим ракетам по критерию стоимость-эффективность. Советское военно-политическое руководство сделало окончательный выбор в пользу ударных средств на основе стратегических ракетных комплексов. Когда его начали создавать, то оказалось, что ракеты стратегические уже стоят на в шахтах на территории страны, ими снабжены подводные лодки и так далее. Вроде бы беспилотные самолеты уже не так уж и нужен, так? Но есть другая совершенно задача. Задача разведки. Вот все сделанные нами беспилотные самолеты КБ Туполева, они все относятся к классу разведчиков. Вскоре КБ получила новый заказ на проектирование оперативно-стратегического комплекса беспилотной разведки «Ястреб». Работы велись с использованием задела по Ту-121. Комплекс «Ястреб» и беспилотный летательный аппарат Ту-123, на котором он устанавливался, были приняты на вооружение в 64-м году. Ту-123 сверхзвуковой дальний разведывательный беспилотный летательный аппарат. Длина 27,8 метра. Размах крыла 8,4 метра. Силовая установка турбореактивный двигатель Р-15К. Взлетная масса с ускорителями 35 610 килограммов. Крейсерская скорость 2700 километров. Практическая дальность 3200 километров. Практический потолок до 22 800 метров. К полету беспилотный самолет готовили на специальной позиции, в состав которой входили тягач со стартовым полуприцепом и автомобиль, в кузове которого монтировалось оборудование объективного контроля. Главная проблема ястреба заключалась в том, что спасаемой была только головная часть самолета. Командование ВВС хотело получить от разработчиков новую модификацию системы, которую уже можно было бы использовать многократно. Так появился комплекс Ястреб-2 и беспилотный самолет многоразового использования Ту-139. Широкое развитие спутников-шпионов поставило крест на дальнейшей разработке беспилотных разведывательных систем стратегического назначения. Множество локальных войн и вооруженных конфликтов, вспыхнувших во второй половине 20 века, выдвинули задачи по созданию таких аппаратов в разряд первоочередных. ОКБ Туполева создала комплекс тактической разведки Рейс и беспилотный самолет-разведчик Ту-143. Эта система была способна вести тактическую разведку в прифронтовой полосе на глубину 60-70 километров путем фото- и телесъемки, а также наблюдать за радиационной обстановкой. При полетах на малых высотах над пересеченной местностью рейс был неуязвим для ПВО противника. Комплекс был принят на вооружение в 1976 году. Его быстро освоили и оценили как надежное и эффективное средство. Понимаете, вы в плохую погоду со спутника ничего получить не может. Вы не можете летать под облаками на спутнике. А в тактических целях вот такой маленький самолет он может позволять полет под облаками и проводить фотографирование или там телевизионное обозрение, передавая его на соответствующий пункт. И весь мир строит огромное количество беспилотных разведчиков. После принятия на вооружение разведывательного комплекса Рейс и беспилотного летательного аппарата Ту-143 было принято решение о его дальнейшей модернизации. Так появился самолет-разведчик Ту-243 и модернизированный комплекс тактической разведки Рейс-Д. Сохранив общую компоновку, системы и силовую установку, конструкторы полностью обновили разведоборудование и навигационно-пилотажный комплекс. В результате дальность полета увеличилась в два раза, эффективность сбора информации в два с половиной раза. На вооружение эта система стала поступать в 1999 область дистанционно-пилотируемых и автономных беспилотных летательных аппаратов развивается высокими темпами. Авианосный флот США в будущем станет вооружаться беспилотными ударными комплексами, которые заменят палубные штурмовики F-18 Hornet. Управление перспективных разработок Министерства обороны США намерено также создать два принципиально новых автономных летательных аппаратов. Первый сможет приступить к ведению воздушной разведки в любой точке мира в считанные минуты. Второй будет выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до пяти лет. Сегодня в ОКБ Туполева создана принципиально новая система Ту-300 Коршун, оснащенная перспективной аппаратурой. Беспилотник может выполнять и роль ударного средства для поражения наземных целей. Беспилотная разведывательная авиация развивается быстрыми темпами. Опыт боевых действий последнего времени показал ее высокую эффективность. Это значит, что у рейса и Коршуна есть будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА